Свыше 1800 человек приняли участие в Большом национальном диктанте по румынскому языку, который организовали 31 августа. На площади Великого национального собрания установили почти тысячу парт для желающих проверить свои знания. Участие в диктанте приняли люди разных возрастов и профессий со всей Молдовы. Они под диктовку записали отрывок текста из произведения «Школа жизни» знаменитого писателя Спиридона Вангелия. Впервые в этом году диктанты организовали одновременно в столице, а также в 15 районах страны. Для некоторых участников Большой национальный диктант — это не только способ проверить свои знания, но и возможность необычно отпраздновать День румынского языка. Многие люди специально приехали для этого в Кишинёв. Мы гордимся нашим красивым мелодичным языком, гордимся тем, что мы румыны и говорим на румынском языке. Это важный день. Мы приехали отметить его правильным орфографическим, каллиграфическим написанием на румынском языке. Успеха участникам диктанта пожелала и президент Маясанду, которая присутствовала на центральной площади Кишинёва. Для нас слово на румынском языке имеет двойную силу, поскольку оно является драгоценным наследием, оставленным предками, но также и почти священной ответственностью, передаваемой потомкам. Начался диктант в 9 утра. Согласно регламенту, текст читается целиком с целью ознакомления с ним. Затем следует диктант. В конце отрывок перечитывают полностью для доработки и исправления ошибок. Несмотря на эмоции, многие участники отметили, что справились неплохо. Я бы сказала, тексты с диалогами всегда немного разные. Не так сложно, но более разнообразно. Мы волновались. Это особенные эмоции. Но, надеемся, написали хорошо. Мне показалось легко. Было интересно. Я справился с написанием. Было немного волнительно. Для меня румынский язык означает мою страну. Было несложно. Это знакомый текст. Я читал его, будучи ребёнком. Было интересно. Я впервые участвую. В прошлом году в Большом национальном диктанте приняли участие около 450 человек. Министр образования и исследований Дан Перчун надеется, что в будущем году участников будет ещё больше. Мы используем румынский язык каждый день. Мы живём, чувствуем и мечтаем на румынском языке. Это то, что нас определяет. Это личность каждого из нас. Я рад, что мы можем прославить язык таким образом. Работы в течение сентября проверит специальная комиссия, созданная Минобразованием. При оценивании будут учитывать оформление текста, разборчивость, точность, пунктуацию и орфографические ошибки. Лучших участников диктанта наградят на торжественном мероприятии. Большой национальный диктант организован под эгидой аппарата президента. Цель мероприятия пропаганда правильной устной и письменной речи среди населения.